Позади теория и отбор в школах, впереди практика и проверка своих умений. 20 команд города и района собрались в селе Соколка, чтобы выявить лучших. Проявить себя предстояло на пожарной полосе препятствий. Все по-взрослому. Этапы, снаряжение и специальная техника. Здесь ребята получают практический навык. То есть они умеют учиться, пользуются первичными средствами огнетушения. Это огнетушитель. Ну и проходят этапы сложные, в которых экстремальные ситуации, они могут уже спасти жизнь человека. В каждой команде четверо юных пожарных. Бег в противогазе, работа с пожарным шлангом, полоса препятствий и тушение огня. Все этапы необходимо пройти без ошибок, иначе штрафные баллы. И на время. Скорость и правильность выполнения. Вот главные слагаемые успеха. Смотрели видео, пытались, ну, вообще пробовали как-то тушить огонь. Чтобы они могли вовремя, смогли потушить огонь. Ну, вовремя среагировать на данную ситуацию. На равных с парнями состязались и девушки. В этом году на старт пожарной эстафеты вышли сразу несколько девичьих команд. Послабление представительницам прекрасного пола не делали. И девчонки смогли доказать, что могут не хуже ребят вести борьбу с огнем. Ничтостой тяжело, просто волнительно. Это много людей, несколько команд девичьих. Это очень важно, так как это пожарная эстафета. То есть, если где-нибудь что-нибудь, какая-нибудь пожарная тревога, все уже могут знать, определить, как потушить, как даже вот руках присоединять ствол и так далее. Родные стены помогли хозяевам победить в соревнованиях сельских школ. Вторыми стали юные пожарные из Наротлов, третьими представители Подгорного. Среди городских команд лучший результат показали малобугульминцы. Второе место у школы номер 4, третье у школы номер 11. Сергей Голубев, Дмитрий Архангельский. Новости Юго-Востока, Соколка, Бугульминский район. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова